Мне кажется, Украина уже победила, потому что она разрушила вот эти планы, на которых, собственно, была построена вся философия этой войны, быстрый, победоносный, подтверждающий величие режима, страны, государства, как угодно можно назвать это. Эти планы разрушены абсолютно. И в этом смысле это первое, и второе, Украина была и останется государством, потому что план был разрушить ее как государство, и Украина одержала победу уже. Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО здесь своим чередом, там все стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Вы видите, это достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Потерь в вооруженных силах России нет. Российские оккупанты сегодня утром атаковали столицу Украины с помощью 13 иранских дронов Шахед. Украинское ПВО отработало на отлично. Все 13 сбиты. На одном из дронов было написано «Зарязань». Вместо того, чтобы построить пару больниц или детских садов на те же деньги, которые были потрачены на приобретение иранских шахедов, власти РФ атакуют столицу соседнего независимого государства. Ну что ж, не удивляйтесь, если по Рязани и другим российским городам прилетит снова. Тем временем глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов как бы намекает, что США готовят поставки Украине противоракетных систем «Патриот». Ну и просто решил порекомендовать хороший фильм к просмотру. Российская марионетка, назначенная губернатором Херсонской области Владимир Сальдо, заявил, что зам генерального секретаря ООН, посетив Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России. Дезинформационная помойка газета РУ, напечатав эту фразу Сальдо, забыла в скобках приписать, противоречит здравому смыслу. Роман Шрайк сообщает о том, что, между прочим, украинцы уничтожили руководящий состав 58-й армии противника, базировавшийся на оккупированной территории Запорожской области. Но это так, в общую копилочку обнуление путинской спецабосрации. И свой, и своим чередом, там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Одно удовольствие сейчас смотреть российские ток-шоу на федеральных каналах. После неудач России в Украине настроения в студиях близки к панике. Эксперты, которые всего лишь полгода, год назад рассказывали, как Россия захватит Украину за три дня, теперь что-то совсем приуныли. Они растеряно и обреченно признают, что Украина оказалась не по зубам. Сделать с нами Россия ничего не смогла. Да еще и западные союзники Украины не дремлят и поставляют нам все. Самое современное вооружение, против которого российская армия ничего не может поделать. Например, депутат Госдумы Гурулев теперь почему-то призывает готовиться к обороне Крыма и ударам по территории России, так как Украина получает современное вооружение, которое не только несет угрозу для российских военных, которые находятся на территории нашей страны, но и может добивать в тылы уже на территорию непосредственно Российской Федерации. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу, по скоплению запасов материальных средств. Мы видим только в буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Ну там сейчас идет расчет. Там идет расчет уже... Там на грани поражения, там 92 километра. Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать и три... Им поставят все. Они будут все равно поставлять. Им поставят все. Все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и Абровцы в свое время придут. Все, им дадут все. Все туда придут, либо до конца добить. Я полностью согласен, и к этому надо готовиться. Как-то не вышло с Украиной за три дня, да? И вот теперь люди, которые рассказывали, помните, что вся украинская армия разбежится, не будет даже сопротивляться. Теперь они же призывают население России готовиться к тому, что по нему теперь будет прилетать. И рассказывают, что Украине дадут все. Западные страны дадут Украине все, что нужно. И Россия ничего не сможет этому противопоставить. Вот просто сейчас для сравнения, давайте посмотрим, что они говорили меньше года назад, в феврале нынешнего года, где-то за месяц до вторжения. В российских студиях на полном серьезе у того же Соловьева, у той же Скобеевой эксперты рассказывали, как Россия за несколько дней сможет покорить страны Балтии, которые вообще-то входят в НАТО. Посмотрим, как, например, может выглядеть сценарий по собственному захвату Балтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. В Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население. Которые не приветствуют, оно просто попряталось и закрылось в квартирах. Отличный план. Примерно то же самое они собирались реализовать и в Украине. Посмотрите, как все гениально продумало. Не понимаю, почему же не сработало. Но, знаете, теперь вот такие эфиры у них уже в прошлом. Теперь почему-то никто не рассказывает, как Россия за несколько дней одолеет все НАТО одной левой. А теперь уже россиян готовят к тому, что по ним будет прилетать. И на самом деле смысл вот таких эфиров и таких заявлений, да, он только в одном. Поэтому россиян постепенно готовят к неизбежному поражению. То есть подготавливают общественное мнение. И для этого им рассказывают, что против России все НАТО. Вся современная техника. Что Украина невероятно серьезный противник, который очень хорошо вооружен. И с которым Россия ничего не может сделать. Раньше они смеялись, теперь не смеются, потому что им нужно теперь объяснить, почему же не получилось. И в такой ситуации на самом деле россиянам можно дать только один совет. Заканчивайте и уходите. Оставляйте нас в покое. Чем быстрее вы уйдете, тем меньше вам потом придется платить. И тем меньше погибнет ваших же людей. Ну вы же видите уже к чему все идет. Уже по-моему никто этого не скрывает. Поэтому просто заканчивайте прямо сейчас. Тянуть нет смысла. Потом для вас это все будет дороже. Поделитесь видео, друзья. Его нужно доносить до как можно большего количества людей. И обязательно подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...